Всем привет, с вами Никонов Антон Сиберхантер, и это значит, что мы продолжаем нашу серию летсплеев по XCOM Enemy Within с модом Long War. И у нас операция по эвакуации нашего разведчика, скаута. Выглянули нам всего 4 бойца. И мы вооружили их лучшим оружием, которое нам на данный момент доступно. Тяжелые гауссовые винтовки, их у нас всего 2, мы отдали их пехоте и Даша Дивайн, и Тамаре Королевой, матрешке. Ну что ж, не люблю я миссии, где нам выдается всего 4 бойца. Их вечно не хватает, особенно нехороша была самая первая такая миссия, если вы помните. Если вы внимательно следите за моими летсплеями. Там у нас была очень маленькая карта, и очень открытая. Соответственно, пришлось сражаться со всеми эксалтцами. Если агент погибнет при исполнении, у нас не будет шанса получить эти данные. Ну, в общем-то, с какой стороны мы обходим здание, понятно. Мы пойдем справа, потому что здесь, собственно, концентрируются все нужные нам ретрансляторы. Вот это нам все не нужно. Так, ну и, собственно, здание. Входа у нас дверь, пролом, пролом. Вот здесь где-то, по-моему, была поднимаемая дверь, точно не помню. Поднимаемая дверь. Дверь. Итак. Ну, я думаю, что хорошим вариантом будет послать одного бойца здесь. Два бойца будут выходить через вот эту дверь. Собственно, это будет лучшее, что я могу придумать. Но бойцов у нас четыре. Да, значит, снайпер пойдет по дальнему краю и, возможно, займет позицию вот здесь. Я не хочу ставить его на крышу, потому что, ну, просто недостаточно, ну, то есть там совсем нет укрытий. И в здание у нас пойдет в том числе и Ребекка Вильямс. Почему она? Потому что у нее есть, если вы смотрели прошлую миссию против Аксалта, она пока у меня единственный боец, у которого есть биоэлектрическая кожа. Ну, вот, здания, судя по всему, никого нет, но из-за стенки мы точно так же сможем смотреть. Ай-яй-яй, и здесь все-таки оказался один боец, Аксалт. Просто достаточно далеко от меня. Ну, что ж, кого мы отправим вместе? Я думаю, что отправим мы лайку. Во-первых, она хороший стрелок. Ну, и, во-вторых, матрешка нам потребуется, наверное, здесь, потому что... Она имеет возможность стрелять с ракет, а это значит, что ей нужно несколько дальше находиться от противника. Ну, и Хеллен Бернс сюда. Достаточно медленно мои бойцы бегают. Возможно, я был неправ, дав им вооружив их тяжелой броней. Ой, не туда отправил. Ну, ладно. Вухая оборона. Хотел отправить в угол. Еще одна удачная причина, почему я пойду именно буду обходить с правой стороны. Ну, укрытия, к сожалению, здесь нет. Надо было стоять за укрытием. Я почему-то подумал, что укрытие там есть везде. О, и вот вражеский снайпер, кстати. Но наш снайпер, наверное, не успеет, не сможет в него пострелять. Так, я почему-то думал, что здесь укрытие есть везде какие-нибудь, но, оказывается, вот они половины, вот полные. Надо было с самого начала ставить бойца именно туда. Так, видит ли лайка? Нет, лайка не видит. И, более того, она не может зайти ни за какое укрытие. Это большой минус, но... Что делать? Куда может дойти монашка? Она может уйти за полное укрытие, и вот за это полное укрытие. Но если она идет сюда, то ее смогут обойти с любой стороны. Так что это полное укрытие, это плохой вариант. Вот это полное укрытие лучше, но сможет ли... Увидит ли она его отсюда? Нет, не увидит. Сия, конечно, очень плохо. Ну ладно, передвинем лайку сюда. Отсюда она сможет пострелять два раза в следующем ходу. Ага, Королева. Ну что ж. Давай, Королева, мне нужно от тебя много урона. Шанс попасть всего 50%. И голографическая метка. Ну что ж, хитов у противника, тем не менее, совсем немного. И, возможно, снайпер что-то сможет сделать. К сожалению, я отодвинул его слишком далеко, и он не сможет нанять вот эту хорошую позицию. Так что придется вот сюда. И просто надеяться, что снайпер сможет. Ну, к сожалению, попадает. Точнее, попадает, к счастью, но... К сожалению, ничего не смог сделать. Ну что ж, боеготовность. И здесь мы делаем призраком то, что запланировано. Глухая оборона. Неудачное начало. Как бы удачно, что мы при этом встречаем так мало бойцов. Ну, надеюсь, снайпер сам не видит нашего снайпера. И, кстати... Так, ну что ж, сменил позицию наш противник и стреляет по лайке. Вот она сейчас в полном укрытии. Это было как раз уже довольно не круто для него. Да, и он стреляет по снайперу. Он видит снайпера. Конечно, попадает. Нет, никакого укрытия у нашего снайпера нет. Это... Грустно, но... Видимо, было правильнее все-таки поставить за укрытие. Ну что ж. Давайте для начала отстреляемся Тамарой. Ну и сейчас уже просто подведем снайпера поближе. Потому что нам нужна будет помощь медика как можно... Как можно раньше. Так... Ну и лайка. За два раза ты убьешь. К сожалению, не хватило и двух. Ну что ж. Велимс. Не видишь отсюда. Очень плохо. Очень плохо. Ну что ж, окей. Лухая оборона. И мы видим очень большую группу врагов. Черт возьми. Это значит, что нам нужно отступать с этого склада. Без перспективняк, как говорится. Продолжать находиться здесь. Дико косят наши бойцы. Ага. И он еще и встал в боеготовность. Тем самым... Выключил возможность для... Для лайки уходить. А уходить ей надо и надо срочно. Ну что ж, давай. Отлично. Ну, лайка хотя бы сейчас могла его пристрелить. Ну тут, конечно, большой вопрос. Ну пока противник и особо без укрытий. Надо этим пользоваться. Да. Отлично. Сверхтяжелая винтовка лайки. Тут, конечно, очень удачно. И давайте мы выведем королеву вот сюда. Это позволит... Мне... Заставлять противников разбегаться. Бернс. Бернс. Ну вот смотрите. Здесь почти нет укрытий. Так что я думаю, что Берн... Блин, блин, блин. Не на ту клеточку. Черт. Вот здесь я открою дверь и... Смогу пострелять следующим ходом. Что-то я глючу сегодня. Ну ладно. Ну вот смотрите, да, как он укрылся. То есть от Тамары он не укрылся совсем. Хотя Тамара имеет от него полное укрытие. Это замечательно. Хотя стоп укрылся. Да, укрылся. Ну... Так или иначе угол очень плохой. Так что Тамара сможет по нему пострелять. Ну все они предпочли... Предпочли воевать с Тамарой. Это хорошо. Это даст мне небольшую передышку. И... У снайпера, я напоминаю, у меня до сих пор очень мало хитов. А медик пока занят. Ну что ж. Посмотрим. Видит ли кого-то отсюда снайпер. Никого не видит. Видимо не будет видеть отсюда. Но... Давайте мы лучше... Да, видит. Супер. Шанс очень маленький. Но... Это лучше, чем ничего. К сожалению, промахивается. И давайте Вильям займется лечением. А то, не дай бог, снайпера нашего прибьют. И смотрите, вот сколько там хитов ей не хватало. 9, да? Все эти 9 хитов вылечены. Просто невероятно круто. И вот у нас интересная ситуация с Лайкой. С одной стороны, у нее есть возможность один раз пострелять. Но она никого не видит. Я думаю, что сейчас правильнее всего сделать перезарядку. Подбегут ко мне настолько близко. Навряд ли. А вот Королева. Ну, недостаточно бойцов для того, чтобы был смысл в ракете. А для гранаты, я думаю, они достаточно хорошо разбрелись. Да, слишком хорошо разбрелись. Возможно, будет смысл на следующем ходу, когда Лайка возможно сможет пострелять 2 раза. А сейчас мы просто постреляем с большим шансом. Ну что ж, попали. Не убили, но попали. Это неплохо. И... Скрытность. Да, вообще можно было бы на самом деле сейчас уходить. Я думал, что будем отходить. Но... Но как-то вот эта толпа... Я не знаю, то ли она не вся здесь. Я убил только, по-моему, одного, да, или двоих. Одного, одного я из этой толпы убил. И вижу только трех бойцов. Ну, да, видимо, новые просто подходят. Ну, что ж, это хорошее место для ракеты. И вот сейчас уже Тамару ранили. Это значит, что туда нужно подводить медикам. И еще бойцы подбегают. Ага. Ну, это новые, кстати. До этого не видели. Ну что ж. Куда пойдет медик? Медик пойдет просто поближе сейчас к Тамаре. А, хотя вот давайте мы медика радикально просто подведем поближе. Хотя, если мы будем лечить Тамару прямо здесь, это значит, что... В нее может полететь граната. Ну, что ж, ладно. Давайте сейчас поэкономим боеприпасы. И, кроме того, разобьем укрытие противнику. Теперь лайка, возможно, кого-то увидит, я думаю. Никого не видишь. Блин, черт возьми, это, конечно, полный отстой. Просто помножаемый на то, что они сейчас стоят в боеготовности, это значит, что особенных каких-то возможностей у меня и нет. По нейтрализации противника. Ну, давайте мы медика подведем вот сюда. Ай-яй-яй-яй. Ну вот она схватывает боеготовность. И, да, и получает урон. Очень плохо. Ну, давай, без укрытия. К сожалению, и его не прибило. Поменяемся на эту позицию, с которой он, к сожалению, никого не видит. Ну и Даша Дивайн. Тоже надо менять позицию. Давай, добивай. Много у нас раненых. И, кстати, видели, да, у последнего бойца противника на боку граната пришельцев. Я думаю, что я очень медленно развиваюсь в плане технологий. Ну, что ж, в силу ряда причин так получилось. Это очень плохо, но что делать. Черт возьми, если еще будет подобные силы отряд мне встретиться, это будет вообще очень-очень неплохо. Ну, что ж, я думаю, там есть мысль Тамару подвести поближе и попробовать закинуть гранату вот сюда. Это будет очень круто, я думаю. Да, но, к сожалению, Тамара просто не может нигде спрятаться. Ну, вот, кроме как здесь. Докуда она вообще отсюда может докинуть гранату? К сожалению, укрытие она не снимет. Так что ее в любом случае надо подводить. Давайте подведем ее сюда. И вот так она сможет снять укрытие у противника. Увеличив тем самым шансы на попадание других наших солдат. Патроны пока есть у всех. Так, что мы смогли сделать, надо посмотреть. А, ну, к сожалению, укрытие мы не снесли, да? Ну, что ж, ладно. Лаки в виде двоих. Вариант сменить позицию и иметь почти 100% шанс попадания по этому противнику. Либо все-таки не менять позицию, стрелять с места, стрелять два раза. Давайте мы сначала пока походим другим бойцам. А, и снайпер никого отсюда не видит. Это, конечно, вообще очень-очень плохо. И даже отсюда не видит. Ну, что ж, ладно. Ну, ладно. Так, медик сюда и лечи. Так, ну, и чтобы не попадаться под гранаты, мы уже вынуждены сменить позицию и отсюда никого не видим. Черт возьми, это вообще такое? Стой. Как так получается, я не понимаю. Так. Конечно, боеготовность не работает. Сейчас лучше бы пострелял и передвинулся. А так. Ну, боеготовность, тем не менее, сработала. Ура. И очень круто. Повезло, повезло. Реально повезло. Хотя урона получаю я в этой миссии прям вообще столько, что... это очень тяжело переносится. Давай, второй выстрел реализуй. Отлично, снайпер смог что-то сделать сейчас наконец-то. И мы возвращаемся к нашей основной... к нашей основной идее. К сожалению, несмотря на то, что у нас есть много кого полечить... Да, все-таки я полечу монашку. Я очень не хотел это делать изначально, потому что хотелось, чтобы сохранить медкомплект на случай там критических хранений у кого-то. Но, видимо, придется, потому что с таким количеством хитов есть и вполне вероятный шанс, что ее просто прибьют. Нафиг. Снайпер у нас уйдет. Так. Так, лайком. Уходи, перезаряжайся. и пока прячься. Мы слышим где-то еще бегающих врагов. Совершенно понятно, что они есть, но их немного. Это радует. И вот перед тем, как мы выключим последний... Точнее, перед тем, как начнем выключать маяки теории транслятора, я думаю, есть смысл поставить снайпера куда-нибудь. Вот я даже не знаю куда. Вот смотрите, место высадки у нас здесь. Я думаю, что снайпера будет поставить хорошо сюда, она сможет отстреливать все. Тогда у нее крыти не будет. Тогда вариант поставить ее сюда. А этот ретранслятор выключать уже поставив сюда много бойцов. Да, вот это, наверное, будет самый лучший вариант. Итак, матрешка у нас пойдет туда, куда и было запланировано, то есть они будут широким кругом обходить, а монашка с Дашей пойдут через вот эту широкую дверь. Кстати, здесь есть еще одна широкая дверь, но я думаю, мы не будем ей пользоваться. И перезарядка. Даша уже перезарядилась. Ох, оборона и снайпером, видимо, мы уже ходили в этом ходу. Что-то я не припомню этого. Ну ладно. Ну, что за вопросы? Что это было за звук? Совершенно же понятно, что это было за звук. Это был противник. Так, ну и Бернс. Бернс, выходи так далеко, как только можешь. Все остальные занимают оборонительные позиции. ой, лухая оборона случайно. Ладно, извините. Ага, ну и нас начинают обходить. Что ж, прибьем. Лучше убить его сейчас, пока он один. И вот я думаю, что я отсюда убрал Бернс, то есть вот отсюда, скажем, она бы что-то видела. Давайте вот из-за полного укрытия не видит, черт возьми. Странные эти склады какие-то. Здесь вообще ничего не видно. Постоянно причем. Ну что ж, давай стреляй. Имея такое плохое укрытие с вражески снайпером, не менее, прекрасно защищается. Ну вот, матрешка надо было стрелять с самого начала, это дало бы нам бонус по точности. Ну ладно, окей. И снайпер тогда продолжает двигаться сюда, в то время как монашка продолжает держать эту дверь. Ага, вот где-то здесь противник, кстати, это значит, что снайпер, удачно, что мы снайпер ставили в укрытие. давайте пойдем поможем снайперу на всякий случай. И снайпера сейчас поведем широким обходом. Ты прячешься, все остальные в боеготовности. И открывать дверь мы будем тогда, когда снайпер и королева кого-то увидят. И соответственно противник будет прятаться именно от них. А тут открывают дверь монашка вместе с Дашей Дивайн. И собственно опять нас обходят. И нас видели, судя по всему. Потому что каким-то образом целенаправленно сюда шел. это очень печально. Прячемся за полными укрытиями. И к сожалению вообще не попадаем. Блин, ну это конечно все очень грустно. тоже не увидишь, да? Ну ладно. Посидим тогда в обороне. Это конечно вообще было как-то вот ну вот как почему? О кстати у него все понятно видели у него биоэлектрическая кожа видимо у самого или это значило что мы его благодаря биоэлектрической коже увидели. в общем не очень понятно ну ладно. К сожалению он прошел мимо Даши. Даша давай попадай. И это было офигенно. Я очень люблю криты от Даши. Так и медика мы возвращаем на место. Хотя как оказалось ну что касается обороны сзади да это место довольно плохое. что ж давайте боеготовность прячься и снайпер тоже боеготовность. Ну вот мы видим двух новых противников которые увидели Королева. и они бегут кстати в сторону скаута. Но скаута они не видят да это хорошо. Давайте сменим позицию снайперу радикально сменим. Ага ну что ж теперь нам главное просто защищаться немного и не отсвечивать. давайте сменим позицию и мы пока посидим здесь таким образом противник не будет знать что у нас здесь рядом есть Даша и Монашка вот а сами посидим себе в обороне стыдевает он не просто так потому что сейчас все равно ничего не делаем а потом будем стрелять скорее всего с места. Ну что ж вот сейчас мы открываем дверь и смотрим никого не увидели что ну как бы ага а звук вообще с другой стороны на что опять обходить собирается блин заколебали уже честно говоря так и где этот наш противник который ага он был где-то здесь да вот не хочет он выходить судя по всему давайте спрячемся за полным укрытием даже здесь его нет и поэтому я на самом деле думаю что Вильямс я отсюда уберу потому что мне очень не хочется чтобы меня сейчас обошли ну что ж здесь перезарядка здесь хэнгинг даун и ну вот здесь пока посидим в боеготовности вдруг его увидим ага ну он вообще где-то здесь кстати возможно я неудачно стал Тамарой ну к счастью он ой не Тамарой а монашкой потому что он бы мог обойти с другой стороны ну да ладно ничего страшного не ругайся так есть вторая попытка и вторая попытка уже более удачной мы попадаем но нам нужно еще его добить отлично лайк справляется прекрасно и давайте перезарядимся реально не хватает нам патронов достаточно жесткие у нас противники я думаю здесь уже никого нет поэтому обороняемся мы именно от той стороны и я думаю стереоэпен будет здесь важнее давайте попробуем протащить нашего разведчика как можно ближе даже да кого-то он увидел но это было там и они быстро до нас не доберутся в общем-то расклад абсолютно мой оправдался полностью и давайте передвигаем Хеллинбернс туда куда я планировал в следующем ходу она скорее всего сможет сделать всего один выстрел из-за этого но ничего страшного я думаю в этом прям нет ну и вот куда бы расставить бойцов я не знаю даже сюда было бы хорошо очень хорошо но блин Ребеку на первую линию оставлять не очень хочется но видимо придется просто придется Тамару вот сюда лайку 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 вообще вот сюда наверное это будет самый правильный расклад боеготовность призрак давайте мы сделаем вот так как только мы включим транслятор мы тем самым позовем подкрепление противника и поэтому мы этого делать прямо в данный момент не будем ну что ж мы слышим звуки к сожалению лайка у нас не готова отстреливаться прямо сейчас ага ну вот подкрепление мы видимо вызываем самим фактом того что мы просто стояли рядом я то думал что именно выключением ретрансляторов ничего страшного возможно так даже лучше давай стопроцентно попадай отлично вообще хотя это можно было сделать вполне яблоньской ну ладно последний выстрел свой сделай прекрасно это было убийство и мы будем перезаряжаться Хеленберн в следующем ходу а сейчас мы перезаряжаемся РБК Вильямс и ставим в режим обороны лайку а яблоньская у нас просто выключает ретранслятор раз уж все равно подкрепление уже пришло и двигаем в сторону следующего ретранслятора сейчас мы будем отступать и занимать удобные позиции в основном эти позиции будут вот в этом районе то есть это будет ой я думаю раз два и возможно еще наверное вот здесь три хорошо здесь снайпер однозначная перезарядка Даша Дивайн давай пока сюда Вильямс Вильямс пока сюда мы отступаем хотя там кто-то шумел точнее кого-то там увидела яблоньская но нам реально пофигу на это потому что если если оттуда никто не выйдет для нас это абсолютно не беда ну что ж я кажется забыл выключить хром с контактом это неприятно но не критично так расставляем бойцов продолжаем Королева Ага 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 Вильямс Ну что ж давайте выключать ретрансляторы и будем надеяться что сможем нормально эвакуироваться Ага Ну что ж у нас все бойцы стоят таким образом чтобы все смогли пострелять так что давайте теперь общая боеготовность Сейчас будет несколько человек высадиться с вертолетов Ой ну это было совсем далеко ну хотя они видимо будут перехватывать нас около точки высадки А вот это уже намного ближе И вот сразу ловит он две боеготовности первый противник наш О и тут вообще очень-очень много врагов Блин в упор не попадает ну вот как так Да-да-да именно вот быть не может это самое правильное К счастью у них боеготовности нет совсем А я вот думаю Даша Яблоньская справится с этим это будет для нее несложно вопрос только откуда вот здесь высадок не было высадки были там значит давайте мы Яблоньскую отведем вот сюда отсюда она все равно сможет очень с хорошей вероятностью попадать ну сто процентов давай убивай отлично и теперь так сто процентов сто процентов вот так она нанесет намного больше урона отлично это был даже крит и она может пострелять еще второй раз кстати давайте так и сделаем на следующий ход мы ее перезарядим а сейчас медленно будем двигаться назад да-да я знаю что тебе нужны боеприпасы но это все не так критично давайте поставим Тамару сюда кстати ей тоже нужны боеприпасы но видимо перезарядка будет уже в следующем ходу так и сколько здесь было здесь было раз два три да и всех трех мы прибили ну что ж очень не нравится мне вот сюда отходить потому что мы слышали звук откуда-то оттуда ну постой здесь боеготовности а Вильямс прикрывай как раз со стороны того входа тоже боеготовность не очень удачное расположение но я думаю мы достаточно быстро отсюда уйдем по крайней мере некоторые из нас так ну что ж королева не встречает пока сопротивления это хорошо и пока дашу дивайн мы передвигаем сюда яблонец яблонец перезаряжаться медик встает на оборону внутренней части склада бернс перезаряжается и я думаю на самом деле тамара тоже ибо перезарядиться пока еще можно это сделать у нас абсолютно все ранены это вообще нонсенсная ситуация и снова нам подкидывают врагов причем уже прям вот совсем рядом с точкой высадки и еще рядом с нами а у нас никого бы готов а нет все хорошо ну ладно и вот как бороться вот с таким раскладом я уже не знаю на самом деле будет хорошо поставить снайпера вот сюда к сожалению не хватает одной клеточки чтобы еще и пострелять после этого нормально а дистанции на которых находится противник они уже позволят то есть если противник нас увидит то он уже скорее всего сможет пострелять и по снайперу черт возьми достаточно такой спорный сейчас момент ну что ж ладно давайте мы всеми бойцами выдвигаемся по чуть-чуть вперед к сожалению вот у нас Даша наш основной дамагер не может подойти на удобную дистанцию для стрельбы монашку мы вообще передвигаем сюда в качестве защиты с этой стороны и будем приглядывать за этим же краем с помощью яблоньской и вот теперь мы как раз передвигаем снайпера сюда в чем замануха если нас увидят не от этого угла танка то вполне возможно снайпера нашего не увидят и это позволит нам снайперам эффективно защищаться ну что ж мы видим одного из противников к сожалению промахиваемся если он убежит совсем далеко то снайпер у него да и снайпер здесь уже ему ничего не сделает а вот поэтому снайпер наверняка очень даже хорошо постеляет давайте проверим к счастью ранит не а и двойной выстрел да реализуем его нам он этот перк очень сильно помогает последнее ну в этой миссии это прекрасно и давайте обойдем их ну вот монашка видит того дальнего это прекрасно и даже попадает по нему это вообще супер и вот у лайки совершенно нет удобной позиции давайте передвинем ее сюда почему мы стреляем сейчас именно лайкой потому что Тамара возможно еще встретит врагов и вот ей как раз нужна боеготовность и не самая к тому же удачная позиция ну вот немножко не дотягивает Даша для того чтобы добежать на этом на следующем ходу она это уже спокойно сделает ну да вот Тамара и встречает врагов к счастью ее у противника не хватает ходов чтобы ее добить давайте эвакуируем Дашу у нее мало хитпоинтов хотя больше чем у некоторых наших полноценных бойцов вот зачищать позиции я полностью я не буду что я первое сделал я лишу противника укрытия кстати противников здесь много и постреляю в них чуть-чуть кстати если обратили внимание я увел именно вот за эти ящики они дают полное укрытие и надеюсь что она опять же выживет вот лайку я переставлю вот сюда если поставлю сюда то есть риск что сделает нам больно гранатами чтобы сделать с ребекой куда бы ее увести так чтобы вообще под удар в первую очередь надо ставить лайк у нее больше всего хитпоинтов ну вот мы ее уведем в полу укрытие и таким образом спровоцируем чтобы атаковали ее я думаю это самый правильный вариант который мы можем сейчас сделать а к тому же им в любом случае придется разбегаться это тоже плюс а и вот сейчас мы применим кстати дым дым будет просто мега мега решением сейчас это позволит намного хуже по нам попадать так ну и давайте перезарядимся я не знаю я не знаю снайпер может сделать сейчас но давайте мы подготовим снайпера к тому чтобы он мог помочь остальным ох регенерирующие феромоны конечно очень круто у меня таких штук по-моему нету и медик лечит одного из противников а он лечит самого себя не самое грамотное решение ну ладно противник отступает это на самом деле очень хорошо для меня это дает возможность мне самому нормально выйти из боя и давайте мы снайпера к сожалению не успевает никуда так мы сейчас должны сменить позиции таким образом чтобы у нас была возможность удобно подстреливаться но вот лайку мы сейчас передвигать никуда не будем и вполне удобно здесь отлично давайте уйдем Тамару за полное укрытие хотя здесь полное укрытие и дым это лучше давайте рыбаку Вильямс переведем сюда позволит нам иметь широкий фронт и отсюда тоже можно быстро отступить и Тамара у нас постоит в боеготовности противник снова двигается в нашу сторону так и он будет стрелять да а он пытается просто подавить монашку давайте посмотрим что мы сможем с этим сделать к сожалению снайпер до сих пор не успевает только сейчас подбегает чтобы иметь хоть какую-то возможность хоть что-то делать давайте попробуем подавителя так сказать прибить шанс по нему попасть высокий и мы его убиваем видимо это был крит да криты это прекрасно и это медик это медик значит у него нет гранат да да граната у него дымовая это это хорошо значит мы сейчас спокойно выдвигаем Тамару Королеву попробуем его убить если не получится то да получилось но мы все равно кидаем дым на наших бойцов даже так чтобы покрыть всех это позволит нам избежать неожиданностей случайных попаданий критов и так далее давайте поставим боеготовность и на следующий ход мы отступаем всеми бойцами ну что ж Вильямс к сожалению промахивается но вот видимо не зря был дым потому что у нас сейчас будет стрелять и это дополнительная возможность нам не получить никакого урона ну вот я не знаю я на всякий случай наверно постреляю Холинбернс лишние фраги лишними совсем не бывает да отлично а ну собственно мы всех противников убили если бы это бледнее мы бы сейчас всеми отступили в общем вы видите проявление ну собственно тактических соображений я не скажу что я мастер был бы мастером у меня бы не было столько раненых и к сожалению мои лучшие бойцы видимо все четверо попадают ну в принципе не на такое уж большое время в лазарет больше конечно ни у кого нет и вот интересно что мне дали мои дополнительные данные девятая страна не в Австралии и к сожалению я пока не исключил ни один континент 9 стран 9 из 16 стран я исключил надо еще 5 и когда останется последняя собственно мы будем штурмовать ее мы вернули себе деньги это значит мы можем что-нибудь себе построить например например пси-лабораторию на которую нам нужно 250 денег я думаю это достойная цель для того чтобы продать немного мэлда возможно немного эллирия неземных сплавов нам не хватает а ну в общем 53 все этого более чем достаточно давайте закажем пси-лабораторию а и нам еще не хватает 6 энергии а я еще хотел что-нибудь сносить да но к сожалению я пока не могу себе позволить ничего из генерирующих электричества зданий снести мне нужно строить эллириевый генератор он стоит вообще 400 ну давайте мы прямо сейчас этим и займемся 30 лерий 30 сплавов черт возьми и блок питания пришельцев ну как бы тут 100% нужно что-то на что-то раскошеливаться так ну давайте посмотрим трупы сектоиды нужны летуны минимум 20 минимум 20 минимум 20 надо так обломки кибердиска обломки так останки крисолида мне нужно 144 давайте мы с крисолидами сделаем так и это уже сумма которая нам сильно больше чем нам нужно да давайте вот сделаем вот так да вот ровно 144 замечательно и мы построим эллировый генератор он нам даст много много энергии да много и начнем потихоньку заменять обыкновенные генераторы генераторы эллировыми разница у них по мощности сейчас скажу атомная электростанция дает нам 8 плюс 3 эллировый дает нам 35 плюс 3 то есть это ну фактически заменяет нам все наши атомные электростанции один эллировый ну и вот после этого мы уже построим псилабораторию хотя кстати опять же да мы можем позволить себе снести а нет не можем позволить снести вот когда мы снесем один из модулей спутниковой связи мы можем снести и электростанцию и вот начать строить псилабораторию это будет хороший вариант я думаю давайте сохранимся на этом позитивной ноте и продолжим крутить нашу планету давненько не было никаких миссий буквально с того месяца кажется требуется 15 трупов летунов дает получить возможность сержанта кстати давайте вообще посмотрим какие у нас сейчас текущие запросы которые мы можем выполнить 15 состава за 2 инженера дорого 12 трупов сектоинтов 1 ученый 15 трупов вдохляков за сержанта 3 лазерные винтовки за сержанта поддержка да вот кстати вот это хороший вариант я его обязательно выполню я обязательно сохранюсь и выполню так что получить все-таки девочку так трупы сектоидов вот это можно удовлетворить на самом деле даже вот это можно удовлетворить нам нужно усиливать наших союзников надо удовлетворять их запросы давайте мы сейчас сохранимся я сделаю одну четню за которую не все будут любить но вот я хочу получить сержанта давайте мы продадим лазерные винтовки хотя вот кстати продажа лазерных автоматов это не такая же крутая идея потому что мы вооружаем лазерным оружием наших бойцов преборни базе так же давайте мы пока его оставим останки летуна 15 за штурмовик дорого штурмовик штурмовик вот это кстати намного более интересная идея получить двух штурмовиков давайте продадим посмотрим какой у нас там теперь есть штурмовик ну вот видимо придется как раз загрузиться вот вы уже видели пример когда я не иду против рандома когда я нанимаю новых а вот здесь все-таки я трачу не просто деньги а трачу достаточно серьезные такие вещи ну вот отлично скорость 12 маловато точность небольшая ну в общем так себе единственное что хитов много это большой плюс ну ладно видите то есть как раз на такие вещи я уже не размениваюсь ну дали какого дали такого дали вот понимаю что это не сильно меня защищает но то же самое выполнен запрос на еще одного штурмовика нам нужны просто катастрофически нужны бойцы давайте посмотрим рамон я опять же его не хочу какие бы у него характеристики высокие не были я честно говоря даже не смотрел это для меня не основная задача так и мундис у нас есть на реке глюк подсовывают нам каких-то по-моему прошлый флаг тоже был аргентинский подсовывают нам аргентинцев я абсолютно не против аргентина прекрасная страна красивая кстати очень очень люблю смотреть фотографии из разных стран и вот смотрите опять аргентина я думаю это видимо каким-то образом забито что из какой страны нам в очередной раз будет приходить пополнение ну что ж нам когда нибудь дадут девочку да солидат супер скорость крайне маленькая пехетов очень мало точность высокая но что из нее за шторм из нее кстати прекрасная получится пехота прям реально очень крутая так что вот она у меня будет пехотой пехота скорость маленькая да не знаю палач себя прекрасно показывает я думаю даже лучше чем огневая поддержка и больше обороны чем более у тебя много врагов кстати тоже намного более эффективно чем что-то еще скорость маленькая точность ну приемлемая не шикарная но приемлемая много хитов давайте сделаем штурмовика штурмовиков нам не хватает мастера ближнего боя разумеется и я думаю броня броня ну что ж давайте мы еще раз сохранимся и продолжим ждать ну вот обнаруживаем НЛО это похититель это значит что собственно где-то сейчас будет операция по спасению людей либо мы попытаемся его сбить но вот как-то мне предыдущие наши неудачи дали думать что наверное не стоит этого делать и давайте поучаствуем в операции по спасению людей мы получили сразу несколько вызовов места где появились пришельцы отмечены на глобусе ну что ж давайте тогда отправим кого-нибудь на спасение людей и задействуем всех своих новичков у нас их много у нас есть пехотинец сержант Кордова штурмовик сержант экта под силу Миндусова сержант сержант тоже из Аргентины пять минут фалкон ракетчик надо поменять ники кстати новым бойцам сержант Люция Родригес диско наш тяжелая пехотинка так четыре четыре у нас сержанта и отправим еще пару лейтенантов обязательно медика надо иметь в группе лейтенант Анитку как вариант а вот Регина Геймарос инженер и вот у нас бойцы представители шести классов давайте отправим еще одного новичка это будет вторая пехота в отряде у нас есть пехота еще да у нас есть гиена если что для важных операций у нас есть мышь который тоже давно уже не ходил на боевки но ничего страшного и давайте мы отправим единство нашего капитана эхо санс у нас же еще есть разведчики есть да пусть покачается к сожалению я думаю нам не хватит брони на всех ну давайте что делать уж кордова ты пехотинец одевайся в тяжелую пехоту и получает тяжелую хотя нет ты получаешь обыкновенную гаусс винтовку у тебя не самая высокая точность в силу того что новичок дополнительных патронов не дадим дадим покров и сплава усиленную усиленную броню вот так и термическое покрытие вот что я хотел дать и и и модуль добавляющий точности тогда можно дать тяжелую винтовку кто у нас здесь еще есть есть у нас нитка у нитки у нас просто прекрасная реально точность так что и мы тоже выдадим тяжелую гауссовую винтовку вот она вместо увеличенного магазина дадим прицел чтобы частично компенсировать минуса по точности и черт возьми на всякий случай дымовую гранату лишними они не будут ну Родригес совершенно точно получает среднюю броню хитов у нее родных достаточно много гауссовый пулемет лазерный прицел бронебойные патроны кстати броня нет вот все таки сошки сошки будут лучше прицела и комплекс бронебойных патронов комплект точнее а не миндусов а минус 2 интересно ну что ж так же тяжелая броня несмотря на твою скорость хотя вот легкое броня не будет вообще давать тебе минусов да давайте дадим легкую дадим пушку из плавов дугомет и что-нибудь типа щетиного покрова кстати да это будет вообще тема будет много хитпоинтов и относительно высокой скорости да 10 всего будет скорость достаточно паршива на самом деле ну ладно и вот я тут подумал что зря мы взяли санс давайте мы возьмем какого-нибудь крутого снайпера и снайпер нам на самом деле нужен для того чтобы применять дуговую винтовку давайте возьмем рассалю выдадим ей дуговую винтовку так лазерный прицел криты нам тут не нужны выдадим увеличенные магазины дуговая винтовка их требует определенно бимар тяжелая броня винтовка гаусса хитов нормально в принципе больше 10 уже неплохо шельма медик усиленная броня так хитов 12 хитов хитов мало кстати хитов всего 8 давайте здесь тоже заменим на тяжелую так будет 10 хитов 6 плюс 2 атак 5 минут у нас ракетчик получает без откат получает гаус дымовую гранату да хорошо хороший вариант мне нравится и все у нас вооружены теперь конечно нитка еще броня прицел дымовая граната дай дай криты на криты криты будет самым лучшим вариантом она показывает себя очень точным бойцом и мне очень понравилась миссия против аксаут где она участвовала давайте вместо хитинов покрова все-таки выдадим лазерный прицел а или модуль усиленную броню нет это все то же самое будет усиленная броня минус два скорости хитиновый покров минус два скорости вот модуль прицеливания так ну что ж взяли с собой кучу бойцов и все они новички и собственно как мы будем сражаться с нашими противниками вы увидите уже в следующей серии а сейчас до скорых встреч я скажу вам до скорых встреч